всем привет сегодняшний случай я отнесу просто как ситуация в жизни значит мы поехали с моим другом сейчас в поселок Умба это от моего дома на расстоянии примерно 240 километров на край поискового полуострова значит смысл в том что мы туда едем за новой машиной она как бы бушная но для человека который покупает будет новый значит в принципе тут ничего особенного да просто покупка обычного автомобиля но даже просто при покупке уже столкнулись с некоторыми проблемами значит проблема в принципе состояли в чем просто решили снять именно сейчас ролик они там потому что вот просто сейчас покажи вот едем сейчас за гаишниками вот они нас душат в принципе мы если едем 120 попросите можно ехать 90 вот они нас душат минут 20 мы догнали как бы их вот я просто очкую их гонять их и так как бы вот сбороть уже нарушена поэтому сейчас пока едем за ними тошним решили записать небольшой так сказать случай из жизни так вот руках значит 850 тысяч рублей 850 как бы но я считаю сумма большая и поэтому при выборе авто подошли основательно но вот именно труда выбор как бы именно нужен был автомобиль кроссовер без разницы какой привод перед неполный какая коробка автомат или механика но ваш вам был свежий и чтобы у него пробег был меньше сорока хотя бы то чтобы он просто посвежит а допустим вот твоим отел максимум что было и все вот мы что хотим всю мурнскую область мы обыскали в принципе было там буквально пять вариантов и вот нашли именно в Умбе это поселок мы там ни разу не были что он из себя особо представляет я не знаю я так в интернете посмотрел фотографии до самого города просто поселок но мы наверное потом еще там ролик снимем вторую часть посмотрим что именно там машину также потом снимем в итоге в конце ну вот смысл в том что нужен был кроссовер за 850 тысяч и мы выбрали значит ну хозяин да выбрал kia sportage свежих годов но в последнем кузове да естественно с передним приводом сейчас едем смотреть эту машину вот ну как бы в принципе не особо проблема да но именно выбор блин не знаю почему-то их мало я говорю бери x5 какой нахер передний привод какой спорт x5 бери года шестого может даже седьмого взять вот будешь ну все ты в их спятом уже сидишь но нет ладно хочется посвежее иначе будем сказать посвежее еще вот такая как бы проблема вот я считаю вот каждый кто хоть раз машина покупал вот он обязательно сталкивался с такой фигней как вот набрал допустим до 300 тысяч давит разница 500 тысяч смотришь какие-то объявления и тебя постоянно не хватает немножко денег немножечко 100000 не хватает то есть не выбираешь объявления смотришь допустим 100000 если добавить то можно купить уже совсем другую машину правильно правильно вот так как у нас уже все максимальный предел 850 поэтому будем держаться как бы его этих рамок еще такая как бы вещь мы сейчас едем в поселок и естественно в этом поселке нету никаких там диагностических станций этих обслуживаний где можем просто машины проверить понимаете какая фигня поэтому сейчас я смотреть сами проверять кузов документы и состояние 9 проедемся туда-сюда я кого-то растимать на не буду потому что она хозяин сам автомобиля который там он меня не знает скажет что-то придурки поехали приехали с камерой снимают я правильно так что машину мы снизим потом в итоге когда уже если возьмем как бы еще такая проблема значит мы сегодня понедельник сейчас утро мы сначала хотели вчера выехать туда но смысл в том что мы к чему не поехали вообще как нормальные люди деньги они как бы принят на карточку правильно вот так же и у здесь у человека деньги на карточке но смысл в том что воскресенье воскресенье деньги с карты не снять именно 850 тысяч понимаете какая фигня это реально проблема мы вчера объездили просто ну нету 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 нас филиалов которые которые работают допустим круглосуточно где можно снять именно такую сумму большую я сейчас объясню банкомат раз в сутки выдает максимум 150 тысяч в банкомат то есть на выходных банк не работает куда бы ты мог прийти по допустим с паспортом и снять допустим всю сумму сразу вот и такая же еще что еще штука интересная даже если ты придешь допустим сегодня да вот мы в понедельник будем снимать деньги по паспорту сейчас они берут процент выставляете у них же в банке не же деньги берешь со своей со своего счета просто хочешь их снять как бы да разом получается они не дают ну дает мысли вот деньги за это надо платить там по-моему 0 5 процентов нужно платить какая разница правильно слуги бы не было сразу должен платить вот такие вот такой случай получается на то я я считаю что это просто проблема поэтому если вы будете тоже машину покупать допустим побеспокоиться заранее чтобы у вас деньги были на кармане или чтобы это были будни также мы сейчас едем опять же в этот поселок там страховку это было не оформить поэтому ну да по правилам дают 5 дней чтобы ты после покупки приехать домой допустим да и получается переоформить машину на себя и сделать уже страховку нормально но хозяин не на все вопросы отвечает у него нет прав у хозяина этого автомобиля я так понимаю что может быть у него нет страховки самой поэтому сейчас я могу разбираться чтобы смотреть вы думаете поселок отел хотели деревня да как какая-то получается так что вот небольшие проблемы все таки у нас столкнулись этим значит у нас сегодня впереди целый день сейчас 9 часов утра будем заниматься в итоге я потом еще ролик сниму все это соединю посмотрим как 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 получилось короче или нет пока все ну чё у нас все получилось мы сейчас приехали сумбы не доехали чуть до кандалакши значит что я хотел момент один заметить то что нам в кандалакши в сбербанке не хотели сразу всю сумму большую давать сказали что для того чтобы больше 500 там допустим миллион снимать сразу то нужно нужно прийти писать заявление заранее вот и на следующий день уже допустим деньги забирать но они где-то нашли в банкомате девчонки бегали я не знаю где сняли деньги нам дали ну опять же опять это все волнение от тем более для хозяина который покупает машина знаете как это как все это бесит значит смысл в том что нормально мы тачку купили вот она стоит машина значит чё сказать по ней значит самой как бы уме вполне адекватный хозяин автомобиля нас встретил чаем напоил рассказал все по машине значит чё сделали мы полностью сверили все документы винтом птс паспорт паспорт хозяина автомобиля посмотрели днище салон я там коврики подымал сзади в багажнике под запаской смотрели ну чтобы вообще просто металл просто был от и до двери короче кузов все смотрели все смотрели значит смысл в том что сразу наперед скажу что это механика и и передний привод ну естественно 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 этот автомобиль ну просто напрашивается уже на обзор на ближайшие я не знаю неделя-две и мы обзорчик естественно снимем на эту машинку я все покажу все расскажу расскажу плюс и минусу минусы расскажу что нам рассказал старый хозяин первые именно этого автомобиля может быть про какую-то гарантию про какие-то т.о. которые он делал ну пробег в принципе тут 33 тысячи так что поломок естественно никаких не было значит мы сейчас находимся недалеко от кандалакши вот и это вот видите какая красота это короче кандалакши залив и смысл в том что вот там вот туда если плыть допустим на пароходе вот ты выходишь в белое море все и ты в океане короче ты в океан выплываешь представляешь вот это единственное место где люди просто останавливаются по пути допустим ту же самую умбу и здесь фотографируются и все на самом деле реально красиво согласитесь да сегодня такая погода еще просто выдавались так что вот такие дела отличное настроение нам до дома еще ехать сто двадцать километров где-то сто двадцать километров примерно ехать но там дорога будет лучше здесь конечно плохая дорога медленно ехали сейчас время четыре часа дня скоро будем дома всем спасибо за просмотр пока